Приветствую вас, друзья! С вами Татьяна Курганская. И сегодня мы будем говорить о книге. Но прежде хочу такую маленькую предысторию. Однажды в мою жизнь пришел человек, который помог мне определиться с тем, чем я хочу заниматься. И это было не в школьные годы, и это было не в юности. Это было в достаточно зрелом возрасте, мне было 38 лет. И она мне сказала, Таня, ты можешь. Вот смотри, это твое. Вот книги — это то, что ты можешь делать. При том, что к тому времени я занималась, работала с книгами уже более 13 лет. Но я работала с ними как человек, который занимается продажами, который занимается поставками, который занимается организацией книжного бизнеса. Но я никогда не смотрела в сторону консультирования непосредственно по написанию книг. И этот замечательный человек сказал мне, Таня, а попробуй, почему бы нет. Попробуй, у тебя это точно получится. И, конечно, мне было как-то вот даже странно, страшно думать в эту сторону. Но я решила попробовать. Я доверилась этому человеку, потому что она помогла огромному количеству людей и продолжает помогать. И это количество этих людей, которым помогли, растёт во всём мире. И количество их уже не счесть. Я попробовала. И я считаю, что у меня получилось. И я продолжаю развиваться в этом направлении. Это человек Елена Тарарина. Это человек, который дал мне старт. Старт в новую жизнь, если можно так сказать. И пусть это как-то громко и пафосно звучит, но на самом деле это так. Потому что поддержка очень мощного профессионала, очень сильного энергетического человека, она очень важна, когда мы что-то меняем, когда мы начинаем делать что-то новое. И я часто в своих постах пишу и в своих прямых эфирах говорю о том, что я хочу, чтобы полезных книг, полезных текстов в мире было больше. Но для того, чтобы полезных книг и текстов в мире было больше, в мире должно быть больше счастливых людей. Потому что несчастливые люди, они не пишут полезные книги, они не зажигают, они не вдохновляют. И для того, чтобы счастливых людей в мире было больше, я считаю, что нужно распространять информацию о полезных книгах, уже созданных. Чтобы эти люди читали эти книги, вдохновлялись, набирались позитива, набирались знаний, делали какую-то внутреннюю работу, проделывали много работы над собой, становились счастливыми и тоже создавали и издавали качественные, полезные продукты, творческие продукты, в том числе и книги. Так вот, в знак признательности своему учителю, который очень меня поддержал и продолжает поддерживать, и продолжает создавать полезные книги, которые мне самой очень лично нравятся, я решила провести неделю книг Елены Тарариной на своей страничке. И каждый день я буду выходить с сегодняшнего дня по 17 число включительно, и буду выходить с прямыми эфирами и рассказывать о книгах Елены Тарариной. Это будет 7 эфиров, которые я буду проводить в разное время днём, ориентировочно с 10 до 19.00, в какое-то время это будет происходить. И, конечно же, у Елены книг намного больше, их не 7, их уже, если я не ошибаюсь, 25. И, конечно же, Елена продолжает работать над книгами, но я расскажу о тех семи, с которых, наверное, стоит стартовать, о тех семи, которые, возможно, самые значимые. Какие это будут профессиональные, где-то будет профессиональная литература, обозрение её, например, книги по арт-терапии, так как Елена Тарарина – один из самых известных арт-терапевтов в СНГ. Но также это будут книги по популярной психологии, те, которые доступны каждому человеку, доступны для понимания. То есть они не специализированы, хотя, конечно же, специалистам они тоже подходят как для работы с самим собой, так и для работы со своими клиентами и для рекомендаций своим клиентам. Итак, Юлия, приветствую вас, вижу ваш комментарий, благодарю за лестный отзыв. Приветствую всех, кто присоединяется к этому эфиру. Вижу, что уже нас собралось 7 человек. И сегодня я хочу рассказать о книге, об одной из последних книг Елены Тарариной, которая невероятно популярна, уже не один тираж издаётся этой книге. И я хочу, ну вот, просто настаиваю на том, чтобы вы обратили внимание на эту книгу. Во-первых, если у вас есть дети, особенно если у вас есть подростки. Но если детки моложе пока, всё равно эта книга вам пригодится, потому что вам нужно будет разбираться с этими вопросами, о которых ведётся в этой книге. Даже если ваши дети уже выросли, или у вас пока нет детей, всё равно я рекомендую вам эту книгу, потому что она невероятно цена. И сейчас я немножечко расскажу об этом. Итак, сегодня я презентую вам книгу Елены Тарариной «Важно быть собой. 10 гаджетов для счастья». Ну, о том, что важно быть собой, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, потому что когда мы копируем кого-то, когда мы не понимаем, какими нам быть, когда мы даже не чувствуем, какими нам быть, нам сложно качественно проявляться, нам сложно чувствовать вкус жизни. И это большая проблема на самом деле в современном обществе. Поэтому когда мы понимаем, что мы такое, какие мы на самом деле, и как нам жить счастливо, при том, что с разных сторон нас сыпятся то одни проблемы, то другие, то ещё какие-то ситуации, то Вселенная нам даёт какие-то задачи для преодоления. Как оставаться самим собой, как преодолевать все эти преграды на своём пути и радоваться тому опыту, который мы получаем в жизни. Вот всё это, обо всём об этом Елена Тарарина рассказывает в своей книге «Важно быть собой. 10 гаджетов для счастья». Но в первую очередь хочу заметить, что эта книга всё-таки была создана изначально для подростков. И она написана на языке подростков, на понятном им языке, не на языке для взрослых. Но взрослым, конечно же, тоже будет очень познавательно и интересно её прочитать. Читаю маленькую аннотацию. Эта книга заинтересует подростков, которые хотят наполнить жизнь драйвом, научиться получать то, что хочется, управлять своей жизнью. Эта книга для родителей, подростков, которые точно знают, что в их детях есть невероятный потенциал и готовы помочь им его реализовать. Эта книга для специалистов, помогающих профессии, которые ищут инструментарий, чтобы помочь подросткам усвоить нравственно-этические нормы легко и с интересом. Я расскажу, как я обычно рассказываю об этой книге, когда у меня кто-то спрашивает, о чём эта книга. Эта книга об этических принципах, о том, как справляться с разными жизненными ситуациями, которые так или иначе с нами случаются. Но начинается книга следующим образом. Жила-была одна девочка, девочка-подросток, которой казалось, что... В какой-то момент ей показалось, что родители её не любят, ровесники её не понимают, что она некрасивая, что она серая мышка, хотя на самом деле в ней целый мир. И этот мир, он хотел признания и хотел любви. Но девочке казалось, что она всего этого не получает. И вот сидя однажды на скамейке в парке, девочка осознала, что она совершенно одна. Ей стало очень жалко себя. И в этот момент к ней подошёл мужчина, симпатичный, интересный мужчина, который предложил ей чашечку кофе. И она не отказалась от этой чашечки кофе. Далее молодой человек, мужчина, начал говорить ей комплименты, начал говорить о том, какая она интересная, какая она красивая. И пригласил её прокатиться в автомобиле. И девочка согласилась. А что будет дальше, вы узнаете из этой книги. Обычно в этот момент мама у меня спрашивает, а это страшно заканчивается? И, конечно же, нет. Конечно же, эта история заканчивается хорошо. Хорошо, потому что это не триллер. Это своего рода детективная история, очень познавательная. И подростков всегда цепляет. И я знаю огромное количество обращений к Елене Тарариной, подростков, точнее мам подростков, которые передают от подростков один вопрос. А когда продолжение? Так вот, друзья, если вы хотите заинтересовать своего подростка чтением, как минимум, задача номер ноль, даже не номер один, приобретайте эту книгу. Важно быть с собой. «10 гаджетов для счастья» автора Елены Тарарина. Если вы хотите помочь своему подростку, не важно, мальчику или девочке, потому что не подумайте, что это девочковая книга, ни в коем случае. Книгу читали и молодые люди, и одобрили, и тоже ждут продолжения. Поэтому, если вы хотите научить своего ребенка справляться с разными ситуациями, мудро, не садиться в машину, как села эта девочка в начале нашего рассказа, но с ней будет все хорошо, не переживайте, вы узнаете, что дальше случилось, и почему она там оказалась из этой книги. как вести себя в разных сложных ситуациях, как вести себя со своими друзьями, подростками, которые в какой-то момент вдруг не могут тебя понять, а ты не можешь понять их, когда возникают какие-то заинтересованности полов, как себя вести в этой ситуации. В общем, огромное количество вопросов рассматривается здесь, в этой книге. Я могу вам зачитать несколько буквально названий раздела в этой книге, но, конечно же, познакомиться с книгой подробнее будет намного интереснее. «Никогда не разговаривайте с незнакомцем». «Когда бесплатит» — это о бесплатности. «Опасный вирус» — «Не судите». «Слова, слова, слова» — это о том, как говорить правильные слова, говорить их вовремя и не вести пустые разговоры. «Спортивные страсти», «Школьный праздник», «Диалог со Вселенной». Ну, название может быть сложное из названий, из некоторых названий будет понять, о чём эта книга, но я вам уже довольно подробно рассказала, потому что книга об этических принципах, о том, как вести себя правильно в разных непростых ситуациях, которые нам предлагает Вселенная. И покажу вам оформление книги. Оно невероятное. Книга действительно очень здорово сделана. Благодарим издательство IPO за издание этой книги. Книга вышла в 2019 году, вот в этом году, и продолжает набирать обороты, потому что уже разлетелась в разные страны мира, даже не расскажу вам, где её нет на самом деле. И сейчас мы книгу, точнее не мы, а издательство переводит эту книгу на украинский язык, и я надеюсь, в скором времени она выйдет не только на украинском, но и на английском языке, и ещё большее количество людей смогут познакомиться с этическими принципами и донести их до подростков, до наших детей, потому что, если мы не знаем основных правил поведения, то дальше очень сложно быть счастливыми во взрослом возрасте в том числе. Итак, оформление книги вот такое-то. Начинается таким образом книга. Вот такие вот иллюстрации замечательные. Сейчас ещё что-то интересное вам покажу. Вот такие. Вот такие есть таблицы, в которых выделены определённые правила. Например, в данном случае, что происходит в момент подключения в нашем поведении. Здесь уровни Wi-Fi указаны. Таким вот, как я говорила, очень современным языком написана эта книга. Что ещё интересного вам показать, как в оформлении? Вот такие вот самолётики. Ну, в общем, качество просто потрясающее. Как вы видите, здесь обложка, вот она такая вот блестящая, очень красивая. В книге сейчас скажу вам сколько страниц. В книге 152 страницы, очень приятная бумага, прекрасный шрифт, удобный для чтения. Вы можете посмотреть всё это. Вот. Если вас заинтересовала эта книга, я вижу уже запрос от Юлии, где можно купить. Эту книгу можно заказать на сайте tararina.com. Там есть раздел магазин и подраздел бумажные книги. Вот буквально на первой страничке, когда вы заходите, вы увидите эту книгу и сможете её заказать. По Украине книга доставляется в течение двух суток новой почты в другие страны мира. Мы доставляем книги в любые страны мира. Можно получить книгу буквально в течение недели, может быть, двух недель. В Австралию возможно дольше будет идти. Ссылочку на эту книгу, где её можно заказать, я дам в комментарии к этому видео буквально в течение 10 минут. Поэтому, если у вас останутся какие-то вопросы относительно содержания этой книги, приобретения этой книги, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео или мне личными сообщениями буду рада быть полезной. Итак, друзья, это была книга «Важно быть собой» автор Елена Тарарина «10 гаджетов для счастья». Будьте счастливыми, пусть ваши дети будут счастливыми и пусть, познавая этические принципы, как можно больше людей в мире становились сами собой и были счастливыми. С вами была Татьяна Курганская. Всего хорошего, до новых встреч!